Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами про топ 5 самых популярных виджетов или можете называть это 5 самых популярных элементов UI части мобильного приложения это именно те элементы с которыми мы взаимодействуем при работе с мобильным приложением в качестве пользователей это то что мы видим на экране и то что чаще всего используют разработчики для управления своим мобильным приложением итак поговорим про топ самых часто встречающихся элементов мобильного приложения поехали если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно если вам нужна помощь по выходу на рынок на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения как на заказ так и создавать свои собственные проекты приносящий доход без вашего участия если вы хотите освоить новую профессию которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика тогда я приглашаю вас на свой курс построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца на этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика владеющего всеми актуальными современными технологиями обучаться можно абсолютно с нуля без всяких знаний в программировании после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва кроме того я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя и даже сможете построить свой небольшой бизнес все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео я упорядочу то свой топ в зависимости от того как часто используется данный элемент итак пятое место занимает элемент bottom sheet dialog fragment это такая выезжающая панель например перед нами стоит список карточек каких-то или список каких-то элементов ну чаще всего допустим список каких-то конкретных товаров и при табе по этой карточке выезжает такая снизу такая панель в которой мы можем детально ознакомиться допустим с конкретным товаром или с какой-то опцией или это список новостей с какой-то новостью то есть это такая вот панель которая можно в виде которой можно также оформить например карточку товара или карточку какой-то услуги то есть это такая интересная возможность презентации контента более детального да то есть если карточка у нас более сжатый и такие укороченный вариант презентации контента то это более подробная расширенная версия презентации контента Кроме того, с помощью этого элемента мы можем с вами, допустим, настроить выезжающее навигационное меню снизу. Это часто встречающийся вариант, предоставляющий, конечно же, библиотекой Material Design. И очень часто он используется. Четвертое место. Material Card. То есть, как я сказал ранее, вот на пятом месте у нас вот такая выезжающая панель, которая содержит более детальную информацию. Ну, допустим, у нас есть какой-то список или список товаров, список постов, список каких-то опций. И этот список, он выглядит, и элемент каждого списка не выглядит как отдельное изображение лишь. Или не выглядит как отдельный какой-то текст. А нам нужно, допустим, его презентовать, соединив несколько элементов. Например, список товаров, то есть каталог с товарами, да, состоит из элементов. И каждый из элементов это презентация, допустим, конкретного товара. И у этой презентации конкретного товара есть изображение, название категории, название товара, допустим, стоимость товара, кнопка подробнее или кнопка заказать. И то есть вот этот каждый элемент нужно нам как-то, скажем так, упаковать. Мы можем, конечно, сделать это все разбросано, как-то неаккуратно, но лучше всего это соединять в отдельный контейнер, который будет иметь свою стилистику, какие-то очертания, какие-то грани, какой-то вид контейнера. И очень часто для этого используется специальный виджет Material Card. То есть берутся разрозненные элементы, как текстовые поля, какие-то кнопки, изображения, и формируется все в отдельную секцию, которая называется Material Card, и которая может упорядочить и презентовать все это дело. То есть как это делается? Создается Material Card, в него помещается какой-то компоновщик, чаще всего это Constraint Layout. Внутри этого Constraint Layout уже вот эти все элементы, текстовые поля, изображения, кнопки создаются, и местоположение внутри этой карточки уже управляется как раз-таки вот этим компоновщиком Constraint Layout. Material Card мы можем очень часто видеть. Это Material Card, она оформляется, она чаще всего оформляет все виды элемента списка. Неважно, что это, список товара, список опций, список новостей, любой список, листающийся. Каждый элемент чаще всего оформляется с помощью вот этого виджета Material Card. Третье место это Аббар. Его многие по-разному называют. Actions Bar, Аббар, как угодно. Он может быть верхним, он может быть нижним, он есть у каждого мобильного приложения. Но иногда его не может быть. То есть, что это такое? Когда вы заходите на мобильное приложение, вы видите заголовок мобильного приложения, в виде, скажем так, какой-то полоски. И на этой полоске там могут размещаться различные иконки по управлению мобильным приложением. Кроме того, на этом Actions Bar мы часто видим иконку Гамбургер, при табе по которой выезжает конкретное, более детальное навигационное меню. То есть, это по факту навигация. И она используется абсолютно на любом мобильном приложении. Но никогда не путайте этот виджет с ботом Navigations. Когда внизу у нас располагается панель управления, в которой есть чаще всего 4-5 элементов, при табе по которым меняется контент. Это ботом Navigations. Это не Аббар. Аббар это вот, говорю, полоска наверху, где может быть заголовок, может быть различные кнопки, но нет путешествия по вкладкам. Или нижний Аббар, в котором может происходить еще такой вырез и круглая плавающая кнопка, которую чаще называют еще floating actions button. Вот это Аббар, он также очень часто как бы размещается. Второе место, это как я ранее сказал, ботом Navigations. Возьмите любое топовое мобильное приложение, ВКонтакте, YouTube, Facebook, что угодно, Instagram, вы везде увидите этот ботом Navigations. Ботом Navigations, это больше чем виджет, это концепция уже, которая концепция подхода к архитектуре построения навигации. То есть, как это происходит? У вас есть одно главное activity, в которое мы размещаем ботом Navigations. И в зависимости от того, по какой вкладке тапнул пользователь, в наш это activity загружается какой-то контент из фрагментов. Кажется, что у экрана, у мобильного приложения, допустим, 5 экранов, на самом деле 5 экранов в виде activity. На самом деле один экран, одно activity, но в зависимости от поведения пользователя подгружается различный контент. Самый популярнейший виджет, на самом деле, один из самых популярнейших, и он по достоинству занимает второе место, как часто встречающимся. Ну и, конечно, первое место занимает RecyclerView. Это виджет, который используется на абсолютно любом экране почти всегда. Везде, где мы видим что-то листающее, неважно, листающие товары, листающий какой-то каталог, листающие услуги, листающие сотрудники, листающие опции, листающий элемент. Везде что-то нужно листать. Это чаще всего, в 95% используется RecyclerView. Очень часто я видел вакансии, которых основным требованием было знание именно работы с этим виджетом RecyclerView. Очень важный виджет, просто топовый, знание работы с ним обязательно. Многие мобильные приложения строятся именно вокруг работы с этим виджетом. Очень важно. Его нужно просто попробовать и научиться с ним работать. Он не такой простой, как остальные виджеты. Для его создания нужно, во-первых, разместить этот виджет в активе или во фрагменте, сам как виджет. Во-вторых, сделать XML-верстку каждого элемента списка. Использовать класс модель для построения этого списка. Чаще всего мы, конечно же, выгружаем в RecyclerView данные из базы данных. То есть, в качестве модели, конструктора, построения этого списка будет, конечно же, использоваться класс модель таблицы базы данных. Определенные таблицы базы данных. Кроме того, у RecyclerView, для того, чтобы мы могли построить этот RecyclerView по элементам, в соответствии с версткой каждого элемента, в соответствии с его моделью, нам нужно создавать специальный класс адаптер, который, собственно, и будет заниматься наполнением этого списка. И очень частым заблуждением является, когда нужно, например, при табе по конкретному какому-то виджету, конкретного элемента делать какие-то вещи. Частым вариантом такого, например, является список с товарами, у которого у каждого товара есть своя кнопка подробнее. И при табе по этой кнопке должна запускаться та же, допустим, выезжающая панель с более детальным описанием товара. И очень часто вот эти бизнес-логику запуска чего-то после таба по этому элементу является то, что многие, рассмотревшись всяких статей в интернете, начинают всю бизнес-логику прописывать в этом адаптере. Но это делать нельзя, потому что вся бизнес-логика должна быть за пределами этого адаптера. А в адаптере должно лишь быть наполнение этого списка и прописан сам таб, который будет вызывать определенный метод. А метод этот сам мы должны передавать в другой класс и там производить всю бизнес-логику. Запомните, нельзя прописывать бизнес-логику, которая должна запускаться при работе с этим RecyclerView в его адаптере. Адаптер нужен лишь для наполнения контентом. Это очень важно. Ну вот мой топ-5 самых популярных UI элементов мобильного приложения. Возьмите себе на вооружение, обязательно их изучите, потому что с ними вы будете работать чаще всего. Я не использовал такие простые элементы, как текстовые поля, поле для ввода информации, кнопка и все, и так далее. Потому что, ну это неинтересно. Это понятно, что это везде используется, но, собственно, это неинтересно. Была цель сделать такой обзор самых таких популярных, более сложных виджетов. На этом у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok